Всем доброго времени суток! С вами Сибдей Том. Я на этом видео хочу поделиться одной информацией для сородичей, что называется, для тех, кто пользуется национальными шрифтами. В данном случае я для себя сделал хакасский шрифт на основе крелицы. Устанавливается она очень просто. Запускается программа Setup, то есть приложение Setup. У меня в данном случае шрифт уже установлен и здесь просто нажимается на Next и программа установится здесь. Она причем устанавливается очень быстро и надо будет перезагрузить компьютер. И тогда у вас в трее появится вот такая вот такая клавиатура на основе русского языка. Она будет называться хакасский язык клавиатура. Какие есть интересные моменты у этого шрифта? Давайте я сейчас покажу в реале, что называется. Но для начала хочу сказать, что многие хакассы, которые пользуются хакасским шрифтом, они, как правило, хакасские символы, хакасские буквы тащат и вставляют с помощью символов. Но это можно настроить в Word и настроить так, как вы хотите. То есть сочетание клавишей можно каждому символу здесь присвоить свое. У меня есть видео, как можно настроить хакасский шрифт непосредственно в самом Word. Хочу сказать, что этот шрифт нельзя использовать в других программах. Он годен только для Word. То есть только в Word можно настроить сочетание клавиш хакасских символов. Я же сделал клавиатурный шрифт. Им можно пользоваться не только в Word прессе, но практически везде и в интернете тоже. С символами из Word пресс вы в интернете писать не сможете. Скопировать вставить можете, но пользоваться в интернете не сможете. Там нужен клавиатурный шрифт и я хочу показать преимущество клавиатурного шрифта. Но, допустим, я сейчас работаю на Windows 10 и тут есть такая небольшая записная книжка в виде стикера. И, предположим, можно прописать хакасские символы. Заглавная букву И. И строчная. И. 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 Г. Ол. Ж. Ну и понятно, что на кириллице здесь писать можно что угодно. Вот это первое преимущество клавиатурного хакасского шрифта. Ну и далее. Допустим, если мы идем в интернет, скажем, ну как правило мы пользуемся социальными сетями, поэтому покажу как можно там это дело использовать. Ну, скажем, пойдем мы на Facebook. Вот мы сейчас на странице Facebook. И смотрите, здесь точно так же эти символы можно пользоваться. Ну и понятно, что пользоваться можно кириллицей. Дальше идем в ВКонтакт. Допустим, мы ВКонтакте и здесь тоже самое. Этим шрифтом можно пользоваться успешно. Даже в поисковой строке Яндекса мы можем пользоваться этим шрифтом. Ну, для чего? Для того, чтобы найти, предположим, какие-то хакасские тексты. Вот он, да. И здесь тоже самое. Можно будет прописать хакасские символы. Вот это и есть клавиатурный шрифт и им можно пользоваться практически везде, но, конечно, есть определенные ограничения. Я пытался нарисовать, написать тексты на фотошопе, но у меня там не все символы вышли. Ну, в общем, фотошоп пока еще не понимает вот этот клавиатурный хакасский шрифт, но тем не менее в текстовых программах им можно пользоваться практически везде. И для заполнения даже текстов сайта. Сайта можно сделать на хакасском языке практически. Вот такая небольшая информация о клавиатурном шрифте. Те, кто хотят приобрести для себя этот шрифт, у меня будет небольшая просьба. Просьба заключается в следующем. Надо будет открыть аккаунт на ютубе и подписаться на канал SipInWeb. Дать нужно будет комментарии под этим видео, которое я сейчас начитываю. У меня тут два есть видео на хакасском языке, но вот это видео на русском языке, и под этим видео нужно будет написать комментарии. Написать комментарии вот здесь. Ну вот в этой области. И я высылаю всем, кто напишет комментарии и поставит лайки. Вот здесь, допустим, да. Бесплатно. С вами был Сидей Том.